Невыплата зарплаты, нарушение прав человека, судебный произвол – это лишь часть того, с чем приходится сталкиваться трудовым мигрантам в России. С одной стороны, Россия показывает, что заинтересована в трудовых ресурсах, а с другой стороны, на пути к легальному статусу трудоустройства и расселения выстраиваются административные барьеры, и приезжие начинают адаптироваться самостоятельно, стихийно и нагло, часто обходя законы. Из Москвы личное дело Виктории Терентьевой. Им говорить абсолютно бесполезно, потому что они говорят, вы что, хотите неприятностей? Да мы сейчас позовем наших же соотечественных, и вас же здесь и прибьют. Лично мне угрожали. Наркотики здесь предлагали мне лично пару раз. 20 сентября 2017 года. С одной стороны забора мигранта, а с другой – охрана торгового комплекса Москва. По некоторым данным, конфликт разгорелся из-за тадживского грузчика, который по одной из версий не заплатил за крышу охранникам. За это они его и избили. На следующее утро после инцидента к рынку приехали сотни соотечественников пострадавшего. Полиция задержала почти 90 человек. Итог конфликта – два уголовных дела. Я еще раз повторяю, не нарушаем общественный порядок, расходимся. Торговый комплекс Москва – наследник традиции черкизовского рынка. В свое время там работали тысячи выходцев из Китая, Средней Азии, Закавказья. После закрытия черкизона они работают здесь. Одних грузчиков только 6 тысяч человек. И неудивительно, ведь площадь рынка – 300 тысяч квадратных метров. Это как 42 футбольных поля. Чужие тут не ходят. За городом в городе присматривают частные охраны предприятия – ЧОПы. Не проходит и пяти минут, как охранники просят нас покинуть территорию и удалить снятый на камеру материал. Однако не все местные жители против таких соседей. Кого-то вовсе не смущают культурные различия – антисанитария, снующие автобусы с мигрантами и товарами. Я их не вижу в основном. Я прихожу с работы. Ну да, они идут с работы. На моем этаже живут несколько, я так понимаю, что они работают в этом торговом центре Москва, жителей. Нормально здороваются. Правда, по-русски не говорят, но у них есть тот, кто говорит по-русски. Он нормально здоровается. Двери закрывают, как бы чисто. Все нормально. Я не могу сказать, что отношение населения к мигрантам вот такое вот уже категорически плохое. Конечно, наш этот известный ящик, который выдает флюиды на население, непосредственно прямо на мозги действуя, он, конечно, свою роль играет, безусловно. И вот так вот абстрактно люди боятся беженцев, действительно. И показывают толпы беженцев в Турции, когда они недовольны, они возмущены, они раздражены. Это очень любят НТВ показывать. И показывают, как они ломятся в Европу, да. После этнических погромов в Баку 27 лет назад в Москву хлынул поток армян. Потом были грузины из Абхазии, афганцы. Майван Табдул Гани вместе с родителями приехал в Россию в 96-м году после гражданской войны в Афганистане. Этой семье повезло. В начале нулевых они получили статус беженцев, а Майван стал юристом. До трудности сначала и до конца. Когда человек приходит обращаться за убежищем, вместо того, чтобы у него по закону приняли заявление, рассмотрели его и выдали мотивированный ответ, они, в большей части, отказываются принять заявление, мотивируя, что нет переводчиков, нет сотрудников, большие очереди и так далее. Или просто последний год, как у них практика пошла, вызывают сотрудников милиции, чтобы оформили протокол, без регистрации, без каких-то документов, в суд, выдворение или только штраф. После этого у человека принять заявление и практически у всех отказ. В России официальный статус беженца смогли получить только 598 человек. Для страны, где проживает 146 миллионов, это капля в море, так считает Светлана Ганушкина, глава комитета гражданское содействие. Вот уже почти 30 лет, как она помогает беженцам и трудовым мигрантам в России. Но будущего для них не видит. Считает, что власти в этом сегодня не заинтересованы. Почему нас запугивают, это довольно просто понять, потому что наш режим таков, что он держится на том, что нас власть защищает от каких-то врагов. Выходи. Наджве в переводе с арабского «тайная» было только 4 года, когда в Сирии началась война. Сначала семья держалась. У отца Наджвы была работа, а мать заботилась о семье. Но в прошлом году стало ясно. В родном Алеппо больше оставаться нельзя. Опасно. Хотели попасть в Турцию, но это оказалось не по карману. Решили поехать в Россию. Хочешь в школу? Хочу. Хомси поселились в Ногинске, работая только глава семейства Мухаммед в одном из швейных цехов городка. Неофициально. Да и документы не в порядке. Из-за этого ему уже не раз приходилось ночевать в отделении полиции. Рано или поздно мужчину могут и вовсе выслать из страны. В семье с двумя детьми денег едва хватает на самое необходимое. Даже в школу второклашку собирали всем миром. Пособие сирийцам не полагается. Равно как и официальный статус беженца. По словам российских чиновников, люди уже могут возвращаться домой. В Сирию. Ведь там безопасно. Тут здорово и тут вообще нет войны, конечно. Мне тут весело. У меня уже есть своих подруг. Там я уже всех тут знаю. Вот я уже нашла свою... Ну я уже люблю мой город, Россия, да? Вот я уже люблю этот город. Личное дело Виктории Терентьевой, Сергея Смолякова, Юрия Сергеева, Москва, Ногинск.